Спонсор программы – кафе «Славянское». В старинной летописи 1563 года впервые упоминается деревня Кинерма. Два раза она была сожжена полностью, сначала шведами, потом поляками. Но в целом деревне повезло. Сегодня она выглядит так, как и столетия назад. В ней всего 17 домов. Самые старые – дом Ершовых и часовня. Им по 260 лет. Эти два дома строил один мастер, как говорит народ, рассказывает, да, и говорят, что строил это швед. Хотя я думаю, что швед – это был финнам, потому что Финляндия была тогда под Швецией, да, и для карел, всех, кто там за границей, с той стороны, все были руачат, все шведы. Рассказывают такую историю, что в том месте, где он жил, была очень сильная голодовка, и вот этот плотник отправился на заработки, на восток. Ему заказали построить часовенку новую. И, видимо, род Ершовых тоже заказал построить дом себе. То есть он справился, построил два здания. Его очень хорошо наградили. Ему дали лошадь, ему, скорее всего, сани, а не телегу с колесами, да, полную еды, все, что он мог увезти. И зерна, там, соленого мяса, рыбы, наверное, может, там, что из молочного не портится. То есть очень наградили, не знаю, были деньги тогда или нет, но отправили. Плохо то, что когда вернулся он домой с продуктами, семья была уже вся умершая от голода. То есть он не успел спасти семью. Сохранилась Кинерма в первозданном виде благодаря тому, что во время последних войн осталась нетронутой врагами, а в мирное время нетронутой туристами, которые не желали строить новые дома там, где рядом нет водоема. Впрочем, деревня сгинула бы в эпоху постсоветской разрухи, если бы не ее нынешняя хозяйка Надежда Калмыкова, которая занялась проблемой реставрации оставшихся домов, переехав на родину предков из Петрозаводска семь лет назад. На таких энтузиастах только и держатся наши карельские деревни. Опыт уникальный, неповторимый. И не зря такая поддержка идет мощная из Финляндии. Они заинтересованы в сохранении подобных памятников под открытым небом. Надежда, которая работает здесь со своей семьей, не получает, в общем-то, достаточной поддержки от нашего государства. Поддержка идет все-таки из Финляндии больше. Ей самой нужно поставить памятник, а вот эта деревня, она может быть этим памятником и является. Надежда Кинерва. Приглашаем в кафе самообслуживание «Славянское». Завтраки, обеды, ужины, выбирай сам, что нравится. Оформление любых банкетов у нас всем хватит места. Кафе «Славянское». Самая народная кухня, самое хлебосольное кафе. Мерецкого 6. Удивительно, но сохранить карельскую деревню помогли финны. Причем сначала еще в военные годы. Солом 시작а, в первые годы, в каком году 1941, сомалья были в кольце. И Основной жизни сусили пищевые ремонтируют местечественные суси, потому что в ини 1929 с сусимуа была в Келла-турни, с Славянского логаном Келла-турниом, вот это был в какомне сусим. Келла-турнии из-бой, и дали нет картина. Удивительно, что находится нахвате местечественное суси, но и не было идти в кафе. Соусимы пирот embасовала келла-турнию до endeазбит, что в конечática дали быerto место. Мы не можем найти то, что мы не можем найти время. Мы просто начинаем келотурни, который начинает. И мы можем найти хорошую катуру. И этот катуру мы все расширили в Кесовне. И сейчас нет келотурни, но у нас есть у нас есть угроза. И сейчас я начинаю поговорить и изучить эту вещь, как мы можем строить келотурни вновь. Удобно. Уже улыбный сон, в улокосейн, украинцы пишут, что они 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 пишут. Уже улыбный сон был Маттил, и не может быть в порядке. И еще раз, не помню, что это было в порядке, 4-5 лет назад, Со мной же начинал сфотографиров, он был большой которой. Вкусный нечисленник, он был большой группой соотношенщик сфотографом, но если он истощит, то вдруг он был такой русский, определил он. Финны стали помогать возрождать деревню в конце 90-х годов. Студенты из Оулу случайно заехали посмотреть архитектуру и были поражены. Вместе с преподавателями создали организацию «Друзья Кинермы». Три года ездили в эти места. Составили план деревни «Проект каждого дома». Фонд культуры Финляндии помогает организации. На эти деньги создали выставку «Живая Кинерма», куда теперь возят туристов. Приглашаем в кафе самообслуживание «Славянское». Завтраки, обеды, ужины. Выбирай сам, что нравится. Оформление любых банкетов. У нас всем хватит места. Кафе «Славянское». Самая народная кухня. Самое хлебосольное кафе. Мерецкого 6. Больше всего удивляет гостей деревни история здешней часовни во имя храмовой иконы Адигитрия Смоленской. В 1979 году саму икону забрали в Музей изобразительных искусств. Она написана в конце 15 века в Новгороде и имеет славу чудотворной. В рапорте губернатора Архипова в 1803 году сказано, что в Волонецкой губернии нет ничего особенного, кроме иконы в деревне Кинерма. Больше 300 лет назад один житель Кинермы служил в армии, так скажем, на Руси, далеко отсюда. Срок службы его закончился, он собирался возвращаться домой, и перед тем, как уйти домой, ему приснился сон. Во сне явилась богоматерь, и она сказала, что вот здесь недалеко есть поле, сходи на это поле, в таком-то месте лежит икона, ты ее возьми и отнеси домой. Утром он проснулся, сходил на это место, которое видел во сне, нашел вот Адигитрию Смоленскую, взял икону и отправился в путь домой. Дошел он до деревни, всем жителям показал икону, рассказал, как все было, и вся деревня решила установить икону у молельного креста, потому что у нас был только молельный крест, а не было еще часовинки. Ее установили у креста, и на следующий день, когда пришли помолиться иконе, иконы на месте не было. Никто не брал, никто не знает, куда она делась, в округе ее нет. И в этот же день, либо на следующий день, но пошел очень сильный дождь, сильный ливень, и люди услышали, что с улицы доносится женский голос, и женщина просит, укройте меня. Вышли на улицу, нет никакой женщины, никого нету, а вот эта просьба как бы слышится, они слышат эту просьбу, укройте меня, и стали искать, откуда же этот голос доносится. И вот на этом месте, где часовинка и кладбище, нашли Легитрию Смоленскую. Ее снова отнесли к кресту. На следующий утро пришли, а ее опять нету, то есть ее опять здесь нашли. И вот это чудо было три раза. Тогда построили первую часовинку, наверное, была поменьше этой. Стояла она недолго, наверное, ну не больше 50 лет. Сейчас трудно сказать, никто уж точно не знает. И однажды летом часовня сгорела вся от удара молнии. Молния в нее упала, часовня сгорела, все, что было в часовне, сгорело. Но после пожара Адегитрия Смоленская была найдена на краю деревни, как пишут на краю деревни, дороги в пыли. То есть она сама себя спасла. И пока наша икона была здесь, до 79-го года все иконы родные были на месте. То есть пережили войну, пережили революцию, но не пережили варварство, которое было у нас в России в 80-е, 90-е годы. То есть все иконы украдены за последние 30 лет. Сегодня Надежда Калмыкова борется за присвоение деревне статуса особо охраняемой территории. Возможно, тогда ей будет проще находить деньги на реставрацию памятников старинной архитектуры. И возможно, тогда она и ее друзья смогут оживить Кинерму. Помните о том, что мы не просто население, мы народ. Это звание дорогого стоит. Его достойны только те, кто помнит о своих корнях, традициях и истории.